МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимой многие из нас впадают в спячку, потому что не знают, чем заняться. Напрасно, друзья, ведь зимой появляется масса возможностей для активного отдыха на свежем воздухе. К примеру, вечером после рабочего дня можно отправиться на каток. Тем более, что в городе работает 8 ледовых площадок. Если вы до сих пор не были на катке, то не упустите возможность, ведь зима скоро закончится. Поэтому прямо сейчас берите коньки и зовите друзей, родственников, братьев и сестер. В их компании вы точно не замерзнете. Если же вы считаете, что фигурное катание не ваш конек, то вам прямая дорога на стадион Волга. Уже четвертую зиму там проходят бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. Профессиональные тренеры научат вас не только стоять на коньках, но и покажут основные элементы фигурного катания. Ну а там, глядишь, и до Олимпийских игр недалеко. Занятия проводятся на ледовой площадке стадиона Волга по вторникам, средам и субботам с 16.00 до 17.30. 7 февраля 2014 года в Сочи открылась зимняя олимпиада. А ровно через два года на Кумысной поляне пройдет Саратовская лыжня 2016. Не олимпиада, конечно, но тоже событие значимое. Культурно-спортивный праздник стал уже традиционным и в этом году пройдет в 20-й раз. Если вы давно хотите встать на лыжи, то берите у врача справку и отправляйтесь на рабочую 106 в спортивный комплекс «Юность». И поторопитесь, заявки на участие принимаются до 5 февраля. Если участвовать в соревнованиях вы пока не готовы, то берите друзей и всю семью и приезжайте на соревнования в качестве болельщиков. Культурная программа обещает быть насыщенной и интересной для всех поколений. Вас ждут выступления творческих коллективов «Скомарок», народные гуляния, игры и конкурсы с призами и сувенирами. Начнутся соревнования 7 февраля в 12.00 в лагере «Березка» на Кумысной поляне. Если мерзнуть на свежем воздухе вы все-таки не готовы, то отправьтесь туда, где точно будет тепло. Например, в Радичевский музей. Там открылась выставка «Русский авангард. Столица и провинция». Вы узнаете, к чему стремились идеалисты и романтики 20-х годов прошлого столетия, которые свято верили в высокую миссию искусства и его способность сотворить новый совершенный мир. На выставке представлены скульптуры и печатные издания первых десятилетий 20-го века, а также образцы агитационного фарфора с лозунгами и революционной символикой того времени. Интересно? Тогда отправляйтесь на улицу Радищева, 39. Выставка работает каждый день с 10 утра до 6 часов вечера. На сегодня это все. Надеюсь, что вы уже выбрали себе мероприятие для досуга, которое разнообразит вашу рабочую неделю. Ведь в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова